Пусть чай, а курок подавится. Он эти земли разорил, вот пусть он с ними и возится. Это, конечно, очень на руку товарищу Путину, у которого запасов этих соков несколько больше. Ну, сами знаете, что от рака и опухли распространяется так называемая метастазой. Гудбай! Гудбай, Москва! Гудбай, Кремль! Гудбай, Путин! Здравствуйте, ребята! Здоровенькие булы! Артемий Киевич Троицкий, он же дядя Тёма. Сегодня у меня такое будет довольно серьезное сообщение. Как-то ни странно, я вообще-то, конечно, не политолог и не аналитик. Вот на сегодня так будет у нас все зверски. По поводу Украины и разворачивающейся истории касательно формулы Штайнмайера. Ну, Штайнмайер – это бывший немецкий министр иностранных дел, ныне президент, рожа малосимпатичная. Что касается до его формулы, то состоит она в том, что отдельным областям Донецкой и Луганской области будет присвоен специальный статус. И Украина на это дело соглашается и проводятся там некие выборы, предположительно демократические, естественно. Ну, а зачем еще выборы, если они не свободные и не демократические? То есть не под дулом этого Сепарского-Калашникова, а настоящие выборы. И после чего, значит, закрепляется вот этот вот статус нынешних оккупированных украинских территорий в качестве такой вот особой зоны. Некоторые тут же сказали, что это капитуляция Украины. И, в общем-то, понять их можно. Понять их можно почему? Потому что если будет внутри Украины такая вот зона, это, конечно, очень похоже на какую-то злокачественную опухоль, может быть, даже раковую. То есть это будет территория с одной стороны Украины, с другой стороны как бы и не Украины, потому что, по всей видимости, законы там будут свои, начальство там будет свое и так далее. И хорошо бы еще, если бы вот они там бы так и жили, но наверняка, наверняка эта территория будет влиять и на всю остальную Украину. Ну, сами знаете, что от раковой опухоли распространяется так называемая метастазой. Ну, в общем-то, неудивительно, что Путин, а также Германия это дело сразу поддержали. Поддержал это дело после долгих колебаний и президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые это тут же назвали капитуляцией, уже идут в Киеве, в районе Майдана, Банковской улицы и так далее, митинги, протесты и так далее. Значит, почему протестуют? Ну, по тем самым причинам, которые я сейчас изложил. То, что это выгодно России, очевидно совершенно, потому что Россия дает возможность иметь свою лапу внутри Украины, заниматься там своими делишками. И, в общем-то, эта история, конечно, привязывает накрепко Восточную Украину к России. Ну, а там, где Восточная Украина, как известно, ноготок увяз всей птичке пропасть. Выгодно ли это Украине? Ну, в принципе, отчасти выгодно, потому что в любом случае это какой-то переговорный процесс. Возможно, Украине удастся тут добиться каких-то достаточно приемлемых для себя условий. Возможно, будет какое-то полное и такое реальное прекращение огня. То есть люди перестанут гибнуть. Это все неплохо. Ну, к тому же для Зеленского это еще конкретно хорошо, потому что его главным предвыборным обещанием было прекратить войну. Ну, вот как бы это шаг в этом самом направлении. Я, честно говоря, не разделяю ни как бы восторженных, ни капитулянских и панических соображений. Мне кажется, что ничего эта ситуация принципиально не изменит, что будут продолжаться долгие нудные переговоры, стороны будут каждой, естественно, тянуть эти переговоры в свою сторону. Будет вот эта ситуация ни мира, ни войны, и сколько времени она продлится, неизвестно. Кому это выгодно? Я думаю, опять же, скорее выгодно России, нежели Украине. А что выгодно Украине? Ну, для меня ответ на этот вопрос, да, я думаю, что и для вас тоже, он очевиден. Помимо, ну, таких понятных вещей, как то подъем экономики, борьба с коррупцией олигархами и так далее, то есть внутренних вещей, как бы две основные внешние вещи для Украины. Первое – это выпутаться, наконец-то, из этой войны, прекратить войну, прекратить гибель людей. Точка. Это невероятно важно, потому что война противная, кровопролитная, из Украины высасывает просто все соки. Это, конечно, очень на руку товарищу Путину, у которого запасов этих соков несколько больше, чем в Украине. И второе, что, на мой взгляд, также крайне важно для Украины, это отцепиться, наконец-то, от России. Все. Полная, реальная, окончательная независимость от России. Ну, какие-то гуманитарные, культурные вещи, может быть, даже экономические, это не страшно, но политически все. Гудбай. Гудбай, Москва, гудбай, Кремль, гудбай, Путин. Никакой зависимости, никаких этих постоянных, значит, каких-то терок и так далее. Пошла к черту Москва. Я думаю, что для Украины это было бы очень хорошо и сильно помогло бы ей в дальнейшей ориентации на весь остальной мир. Согласны? Я думаю, что, в общем-то, с этими двумя простенькими тезисами согласны все. Теперь вопрос. Можно ли этого достичь? Обычно, когда говорят о мире, об отделении Украины, наконец-то, окончательном от России и так далее, все кивают в сторону Путина, в сторону Кремля. Вот если Путин захочет, то тогда, конечно, все это может быть. Но Путин, естественно, этого не захочет. Надежды на это нет. Надежды на то, что в Путине проснется совесть или проснется понимание каких-то мировых международных законов и так далее, этого не произойдет никогда. Этого пляшивого могилы исправят. И, в общем, никаких иллюзий на этот счет быть не должно. А если без Путина, то можно ли это сделать? Мой ответ – да, можно. Это можно сделать. Это можно сделать волей только и исключительно Украины. Ну, with a little help, может быть, со стороны мирового сообщества, но это даже не принципиально. В чем заключается этот путь? Этот путь заключается в том, что надо отдать вот эти самые оккупированные области Луганского и Донецкого регионы. Отдать их. Пусть чай, а курок подавится. Он эти земли разорил, вот пусть он с ними и возится. Естественно, это означает потерю территориальной целостности Украины. Что такое территориальная целостность? На мой взгляд, я говорю, я высказываю только и исключительно свое мнение, там потом еще сделаю всякие оговорки вежливые и так далее. Территориальная целостность. Вообще говоря, это фетиш. Это довольно старомодный фетиш. Мир сейчас в значительной степени глобализованный и в информационном плане, и в экономическом и так далее. Территориальная целостность. Скажем, у России эта проблема остро стояла в 90-е годы, в начале нулевых с Чечней. Россия боролась за территориальную целостность, ввела войну с Чечней, которая по своей территории, по-моему, меньше даже, чем Калужская область. Тем не менее, за эту чертову территориальную целостность полегло более 100 тысяч человек. И солдат, с одной и другой стороны, и огромное количество мирного населения и так далее. Территориальная целостность таким образом была соблюдена. Вопрос. Кому от этого лучше стало? Стало от этого лучше чеченцам? Не думаю. Живут они теперь в полицейском государстве, со всякими пытками, казнями, черти знает чем. Ну, естественно, Рамзану Кадырову и его банде головорезов от этого, да. Вот им вот от этого лучше. Но их очень мало, как вы понимаете. Россия от этого лучше или нет? Думаю, что нет. Россия платит Чечне огромную дань за, как бы, за лояльность. Плюс к этому сильно страдает Россия от чеченской преступности, которая на всей огромной территории расползлась. В общем, тоже ничего хорошего от этой самой территориальной целостности нет. Я уже не говорю о десятках тысяч погибших, безвозвратно погибших людей. Вот платы за территориальную целостность, за этот самый государственный фетиш. Вообще, я считаю, что нужно быть за людей, а не за государство. Потому что вот этого государственного державного фетишизма, его слишком много, а заботы о людях слишком мало. Точнее, ее вообще нет. Итак, отдать. Отдать эти оккупированные зоны. Что при этом, ну, понятно, что Украина теряет. И, кстати говоря, наверное, самое обидное во всей этой истории, и вот то вот, ну вот, что меня тоже заставляет как-то так переживать и ерзать, вот, это то, что получится, что вот те вот более десяти тысяч украинцев, которые погибли во время боев последних пяти лет, что, в общем-то, они как бы погибли ни за что, ни про что. Да, боюсь, что это очень болезненная, очень обидная ситуация, и ничего утешительного тут сказать не могу. Но все-таки надо думать о будущем. А если думать о будущем, то в этом случае получится, что есть Украина, единая страна от западных частей Донецкой и Луганской области и там до самой, до Польши. Единая страна, в которой живет единый, достаточно монолитный, скажем так, как народ, исповедующий одни и те же ценности. То есть те люди из оккупированных областей, кто захочет, естественно, они переселяются жить в Украину. Те, кто не захочет, пусть живут под крылышком у Путина. Это, как говорится, их проблемы. Каким образом обустроить все это? Ну, это, конечно, процесс довольно сложный. Я думаю, что поскольку вопрос действительно в высшей степени болезненный и непривычный и так далее, естественно, без общеукраинского референдума тут не обойтись. Но мне почему-то кажется, что, ну, если не большинство, то, по крайней мере, очень многие украинцы скажут, «Да, к черту эту опухоль, начнем-ка мы плавнее в западном направлении с облегченным экипажем». Ну, естественно, после этого надо будет как следует обустроить российско-украинскую границу, иметь боеспособную армию с тем, чтобы попытки оттяпать еще какую-то часть украинских территорий не повторились. Ну, там еще маячит, естественно, вопрос Крыма. Вопрос с Крымом, естественно, надо будет решать как-то еще, как-то по-другому. Не могу, естественно, сказать, как. Как я уже сказал, я никакой не политик, просто иногда имею какие-то здравые мысли в голове, не более того. Ну, а вот с этими делами, да, примерно таким образом я бы искренне советовал украинцам поступить, как бы не обидно, как бы не по-капитулянски это не выглядело на первый взгляд. Извините, друзья украинцы, я за вас болею, но именно потому, что я за вас болею, предлагаю вам такие нестандартные, может быть, слегка шокирующие решения. Но хотя бы подумайте об этом. Спасибо. Это был дядя Тема из своей хижины. Вы смотрите АРУ-ТВ